Крупные хедж фонды заходят в альткоины. По CNBC снова говорят про биткоин и приближающийся халвинг. Но давайте с вами отвлечемся от этой новостной суеты и посмотрим на график общей капитализации крипторынка Total, как он отреагировал на всю эту движуху. Я вам напоминаю, что мы отбились с вами в начале этого года от 78 уровня Fibonacci и с тех самых пор крипторынок вырос уже в среднем где-то на 50%. Но давайте с вами отдалимся еще дальше и посмотрим на то, какие макрознаки мы можем видеть на недельном таймфрейме. Обратите свое внимание на индикатор Market Cypher, который вы видите внизу. Ссылка на него, кстати, есть в описании. Это очень крутой рабочий индикатор и обзор на него сейчас. Он платный, но есть и вот практически точная копия, китайская копия VMC Cypher, бесплатная копия на TradingQ. Обзор по ней сейчас появится сверху. Если вы не видели, обязательно посмотрите. Очень полезный индикатор. Короче говоря, мы будем смотреть на оригинальную версию Cypher. И что мы здесь видим с вами, это зеленые и красные вот такие вот волны. Это money flow, так называемый поток, денежный поток. И что мы видим на недельном таймфрейме, посмотрите, это то, что money flow у нас с вами выходил из красной зоны всего три раза. Первый раз это было вот здесь вот, да. Второй раз это было вот здесь вот. И третий раз это происходит сейчас, да. Это произошло вот здесь вот. Обратите внимание, что цена биткоина в долгосроке каждый раз вела себя одинаково. Она росла после этого, но в краткосроке вела себя абсолютно по-разному. Позапрошлым циклем мы начали полноценный бычий рынок, выросли на 20 тысяч процентов и уже особо не откатывались. Посмотрите, то есть мы возвращались к сетке EMA Ribbon на недельном таймфрейме. Кстати, тоже очень полезный индикатор, сетка EMA Ribbon. Посмотрите, как круто на недельке можно от нее торговать на хорошем тренде. То есть продавать сильные отклонения от нее и покупать, когда мы к ней возвращаемся, да. Вот. Тем не менее, во второй раз, посмотрите, что было. Цена в моменте, конечно, еще немного поросла, но во второй раз, когда мы вышли из красного money flow, у нас с вами еще было снижение. Биткоин снижался еще 38 недель или 266 дней. Это практически больше, чем полгода, около 9 месяцев. И биткоин упал в итоге еще на 70%. Так что тут я хочу вам сказать, что может быть все, что угодно в этот раз. Мы можем и продолжить расти сейчас, как это было в первый раз, и может быть еще немного порасти и начать падать, и уйти в более затяжную коррекцию с потенциальным поиском какого-то двойного дна. Поэтому напишите в комментариях внизу свой вариант, как вы думаете, как поведет себя цена, как в первый раз или во второй. Потому что, как я вам уже сказал в начале видео, очень много бычьих новостей. Например, крупные хедж-фонды заходят сейчас в альткоин рынок. То есть, если мы посмотрим с вами капитализацию альткоинов Total 2 без биткоина, то мы видим, что она выглядит лучше. Смотрите, мы отбились выше, чем от 78 фибы. А капитализация Total 3 выглядит еще лучше без эфира. То есть, похоже, на самом деле, что альтсезон будет, которого так все ждут. Смотрите, снова, кстати, битсезон индекс упал на 4. То есть, похоже, что именно сейчас нужно покупать, ребята, всю вот эту альту. Давайте посмотрим фрагмент, который мы перевели специально для вас с канала CoinBureau про крупные хедж-фонды, которые уже это делают, которые уже откупают альту у вас, у тех, кто ее сейчас продает. На днях был опубликован ежегодный отчет о глобальных хедж-криптофондах. Одна из компаний авторов отчета – PricewaterhouseCoopers, входящая в топ-4 мировых аудиторов. Документ называется «Восстановление доверия к крипто». Аналитика и выводы в отчете построены на опросе, в который вошли почти две сотни крупнейших мировых хеджевых фондов. Выводы, о которых мы вам сейчас расскажем, важны для каждого инвестора – от розничного до институционального. Авторы документа рассказывают нам, что большинство крипто-хедж-фондов в основном нейтральное, но начали постепенно открывать позиции лонг. Важно отметить, что опрос проходил в первом квартале текущего года. Есть огромная вероятность того, что количество крипто-хедж-фондов с таким взглядом значительно увеличилось, тем более из-за хайпа по биткоинспот ETF. И здесь начинается самое интересное. Авторы с точностью определили, какие конкретно проекты начали аккумулировать крипто-хедж-фонды. Самые большие доли относятся к крипто-проектам, которые также называются «сохраняющие ценность», включая биткоин и эфир. За ними следуют инфраструктурные крипто, которые также часто называют «убийцей эфира», «дефай», а также проекты второго уровня. Важный момент, что 93% крипто-хедж-фондов, сообщают авторы исследования, ожидают значительного роста крипто-активов к концу этого года. Но будет некорректно, если я не напомню, что крипто-хедж-фонды часто ошибаются, когда идет речь о предсказании цен на крипто. Но даже с этим рост цен к концу года выглядит реалистичным прогнозом. А теперь все становится еще интересней. Авторы определили, какие конкретно крипто-проекты являются наиболее активно торгуемы этими фондами. Я перечислю всех, потому что это критическая информация. Если вы трейдите эти активы, то, знаете, вы буквально трейдите против данных крипто-хедж-фондов. Также авторы попросили крипто-хедж-фонды дать свои прогнозы относительно крипто-рынка. 30% предсказали, что эфир обгонит биткоин в последующие 3-5 лет по капитализации. А общая капитализация крипто-рынка будет выше к концу этого года, чем в начале. Что ж, довольно логичное предсказание. Теперь пару слов о традиционных хедж-фондах. Авторы исследования сообщают, что около 30% традиционных хедж-фондов обладают крипто-активами против 37% в прошлом году. При этом важно отметить, что эти 30%, которые в настоящий момент содержат на активах крипто, практически их удвоили. До 7%. Другими словами, они откупили дно. Кроме того, никто из участников опроса не подтвердил намерения сокращать свои крипто-активы в этом году. И это очень удивительный результат с учетом имеющихся хвостовых рисков в криптоиндустрии. В отличие от крипто-хедж-фондов, традиционные хедж-фонды очень оптимистично смотрят на токенизацию активов из реального мира. Около четверти изучают возможность инвестирования в данную нишу, а треть из них полагают, что токенизация активов из реального мира будет одной из самых больших возможностей в крипто-мире в следующем году. И это очень смелое утверждение с учетом того, что американские регуляторы ясно дали понять, что не желают никаких связей криптоиндустрии с традиционной финансовой системой. Так как же эти хедж-фонды обходят ограничения банков, сообщая о доходах от инвестирования в крипто? Возможно, они знают больше нас. Но вернемся к крипто-хедж-фондам. На самом деле, они особо не заботятся об этике в крипто. Их цель — это заработок. А это значит, что единственное, что их заботит, — это комплайенс. Следствием данного комплайенса является то, что большая часть современного крипто станет еще одной частью имеющейся финансовой системы. И это то, что большинство крипто-пользователей не хотят. При этом они также хотят, чтобы цены продолжали расти. В итоге, как и с большинством вещей в мире, решение где-то посредине. Вы можете сказать, что проблемы с регуляторами, с которыми столкнулась крипто, являются следствием обоих экстримумов в поиске золотой середины. Лучшим решением, на наш взгляд, — это создание специфических законов для крипто. Вот, ребята, я напоминаю также, что наша команда участвует в крупнейшем состязании по трейдингу на Bybit, WSOT. Ссылка на нашу команду в описании. Друзья, нас уже практически 150 человек. Обязательно добавляйтесь, переходите по ссылочке и торгуйте вместе с нами, как вы обычно это делаете, на нашей любимой бирже. Вот, я лично продолжаю накапливать лонг-позиции. Но дисклеймер, не финансовый совет, все еще возможен вариант с коррекцией, друзья, который мы обсуждали в прошлых видео, еще с одной волной коррекции, опять же с ликвидацией лонгистов. И знаете что? Тем более, что по CNBC начинают говорить про массовое принятие биткоина, про ETF, про халвинг. Сегодня мы с вами сосредоточимся на крипто, который обогнал даже самые быстро растущие части рынка в этом году. К нам присоединяется Маккензи Сагалас с обзором ожидающих нас потенциальных рисков и вознаграждений в данном секторе. Мак, рад тебя видеть. Привет, Фрэнк. Я тоже рада тебя видеть. Определенно, для крипто сектора это поворотный момент. Судьбоносное решение федерального суда может помешать в борьбе главы секпери Гэнслера с тем, что он называет трейдингом дикого запада. Нью-Йоркский судья поставил под сомнение наличие у сек четкого пути регулирования большинства альткоинов в качестве ценных бумаг. Это решение в большей степени рассматривается как чистая победа для альткоин-трейдеров, ожидаемой неминуемых репрессий со стороны регуляторов, а также и для Coinbase, ведущую собственную юридическую войну сек. Цифровые активы из топ-100 в этом году выросли на 48% по сравнению с 17% у акций и 9% у золота. В итоге биткоин обгоняет NASDAQ, а также акции криптокомпаний, таких как Coinbase, Galaxy Digital и MicroStrategy. Но похоже биткоин не удается преодолеть уровень в 30 тысяч долларов. Одна из возможных причин – это отсутствие интереса инвесторов. Некоторую поддержку от институционалов мы видим, но не хватает катализатора. Вещи, которые обычно влияют на цены биткоина, такие как повышение ставок, ФРС, сейчас почти не влияют. И похоже, что рынок нуждается в возвращении доверия со стороны розничных и институциональных инвесторов. И если Spot ETF получит зеленый свет, это может подстегнуть покупательский бум. И что особо важно, Фрэнк, мы приближаемся к техническому событию, которое называется Halving, в апреле следующего года, который обычно начинает новый бычий рынок биткоина. Ясно. Мак, всегда рад тебя видеть с твоей криптоэкспертизой. Маккензи Сагаллас, большое спасибо. То есть то, о чем мы с вами говорили в начале, что в пассе NBC начинают говорить про массовое принятие биткоина, про ETF, про Halving. Это, как мы знаем, как правило, не к добру, как минимум в краткосроке. В долгосроке, конечно же, биткоин просто обречен полететь на луну к доллару, потому что доллар – это скам в первую очередь. Доллар – это скам, который печатают в неограниченном количестве. А биткоинов будет максимум 21 миллион. Это важно понимать. Ну и у нас тут начинается с вами, ребята, зеленый money flow на недельках. И это те макротрейды, которые нужно брать, собственно, посмотрите, о чем я вам говорю. Чем меньше амплитуда, тем меньше новостного шума и всей этой суеты, выносов, стопов и прочего. Посмотрите, глобально-то вот у нас с вами был long, short, long, short. Но продавать, правда, здесь надо не красный money flow, а супер зеленый money flow надо продавать. Супер зеленый money flow продавайте. А сейчас, когда мы выходим из красного, ну это, по-моему, ежу понятно, что надо покупать. Поэтому, друзья, добавляйтесь в нашу команду на Bybit. Все нужные ссылки в описании. Лучшие биржи, P2P обменники, полезные сервисы. Наш телеграм-канал, телеграм-чат, вступайте обязательно. Помните, что, что бы там ни происходило в краткосроке, мы все еще очень сильно недооценены по тренду. Посмотрите, у нас минус 45% недооценка. То есть нам надо x2 сделать, чтобы мы вернулись к средним значениям. И то, что мы видим на фондовом рынке, он уже практически это делает. Фондовый рынок уже практически переписывает all-time high. Dow Jones, Nasdaq, посмотрите, Nasdaq просто уже вот-вот перепишет свой all-time high, как S&P 500. NVIDIA уже переписала all-time high. Поэтому, ребята, биткоин все еще очень дешевый. Я думаю, что 50 тысяч будут быстрее, чем многие думают. Посмотрите, неделька бычая, EMA Ribbon бычая. Как бы вот такой вот отстрел вполне себе возможен. Но помните о рисках, помните о возможном двойном дне. Режьте убытки коротко, стоп-лоссами. Всем профитроли, спасибо, что смотрите. У меня вот такие вот позиции, ну дисклеймер, не финансовый совет, у меня ручной стоп, я быстро реагирую, если что. Новую монету аукцион залистили на Bybit, взял немножко потестить. Но не факт, сейчас могут ее, конечно, и слить. Всем удачи в торговле, всего хорошего и до следующей встречи, пока. Да, и обязательно подписывайтесь к нам на канал, потому что у нас много всего интересного. Куча переводов в зарубежной аналитики. Завтра будет специально для вас перевод свежего интервью Геры Генслера, где он отмазывается за всю движуху, о которой мы с вами говорили. В общем, всем профитролей и до следующей встречи, пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!